Приём-приём, здарова всем, с вами Хиллхёртс. Сегодня я постараюсь максимально кратко и полно рассказать об игре Eldest Souls. Если буквально в двух словах, игра сделана в виде босса раша, то есть нам предстоит сражаться лишь с боссами. Боссы все разнообразные, однако очень и очень сложные. Врать не буду, местами игра даже душновато, однако если найти подход, то всё можно пройти. Ах да, чуть не забыл. Возможно, вы любите смотреть фильмы в хорошем качестве и без рекламы? Для этого есть Кинопоиск HD, где можно найти тысячи фильмов и сериалов на любой вкус. Коллекция постоянно пополняется, а у популярных можно даже выбирать озвучку. Для меня стало новостью, что в приложении на телефоне можно накачать много фильмов, чтобы потом смотреть без доступа в интернет. Ещё есть плюс мульти. Это доступ к музыке, а также 5% кэшбэк на Яндекс Маркете и 10% кэшбэка на Яндекс Афиши и Яндекс Гоу. Чтобы получить 90 дней бесплатного доступа, достаточно ввести код, что вы видите на экране. Моя ссылка на Кинопоиск HD будет в описании. А теперь вернёмся к теме видео. Чтобы было понимание, я играл в разнообразные соулс лайки, так что я примерно понимал, чего ждать. Сразу хочу сказать, что в игре есть система прокачки, предполагающая три ветки развития. И здесь весьма интересная особенность. Лично моего скилла хватило, чтобы пройти всего двух боссов без прокачки персонажа. На третьего босса я потратил добрый час, после чего решил прочитать все доступные умения, выбрал контрудар и просто удалил противника. Это я к тому, что здесь интересная система усиления персонажа. То есть тут реально круто составлять билды и смотреть, что из этого получилось. Важно ещё отметить, что перераспределять очки навыков можно сколько угодно раз. Собрали что-то одно, попробовали, не понравилось, собрали другое. Также за победу над боссом в награду дают очко навыка и уникальную силу. Этой силой можно улучшить умения персонажа. Важно заметить, что некоторые силы в сочетании с определёнными навыками дают просто невообразимое усиление, так что это ещё одна возможность для самовыражения. Хотелось бы ещё более подробно поговорить про боссов. Все из них уникальны и имеют ряд разнообразных атак, которые предстоит заучить. Могу сказать, что от некоторых из них у меня реально горела жопа. Иногда я просто не понимал, как босс атакует, из-за чего его долго приходилось изучать. Однако что интересно, даже когда долго не получалось одолеть противника, всё ещё было желание пробовать снова и снова. И чем больше ты пытаешься, тем лучше начинаешь понимать босса и рано или поздно побеждаешь его. Однако потом доходишь до следующего босса и всё по новой. Отдельно хотелось бы отметить финального босса. Он мне сильно не понравился, так как был похож на усиленную версию уже встречавшегося босса. Ну тут уж сделали как сделали, как говорится, не попишешь ничего. Но не подумайте, в игре есть не только боссы, но и достаточно открытые пространства, которые предстоит преодолеть, чтобы попасть от одного босса к другому. Также здесь можно будет найти кусочки истории, дабы иметь больше представления о том, что здесь происходит, а также NPC. Ещё здесь есть квесты по типу найди что-то где-то, затем принеси это какому-то из NPC, чтобы получить ещё что-то, что возможно усилит персонажа, а возможно и нет. За первое прохождение я не смог выполнить все квесты, так как у меня остались некоторые квестовые предметы в инвентаре. Ах да, в лучших традициях Dark Souls у этих предметов, да почти у всех получаемых предметов, а также сил боссов, есть обширное описание. Чуть не забыл, в игре есть New Game Plus, то есть после финального босса вы смотрите финальные титры, после чего игра начинается по новой, но с тем условием, что все боссы становятся куда сложнее и, что самое важное, толще. Если на первом прохождении второй босс показывает, куда он будет делать выпад, то уже на New Game Plus он ничего не показывает и делает больше атак, как тех, что уже были, так и новых. И вот тут я бы хотел отметить ещё одну интересную особенность. Когда я начинал проходить игру, первые 6 серий я записал чуть ли не в первый день, вот настолько мне понравилась игра и хотелось как можно скорее пройти её, однако пройдя, я сделал перерыв где-то на неделю. Вчера зашёл победить второго босса на New Game Plus, чтобы были футажи для видео, однако я за 30 минут так и не смог. Полагаю, что это не кривая сложности, настолько не плавная, а я уже подзабыл как играть и идеально уворачиваться. Это я к тому, что не стоит делать сильно большие перерывы. Стоит ли именно вам играть в эту игру? Мне кажется, что да, если вы любите душные игры, где приходится подбирать подход к боссу, превозмогая его и комбинируя все доступные возможности персонажа. В игре очень приятная рисовка, что также привлекает. Да, к некоторым хитбоксам у противников есть вопросы, однако в общем и целом игра довольно честна с игроком. Конкретно я испытал просто массу эмоций от битвы с некоторыми противниками. Но я ещё раз повторюсь, игра сложная, если не использовать хоть какие-нибудь билды. Если вы не готовы или не хотите разбираться сами, то возможно стоит подглядеть какой-нибудь билд в интернете, чтобы облегчить себе жизнь. Лично мне очень понравилось играть через контрудор. Можно танковать некоторые атаки лицом, наносить нормальный урон и быть некоторое время неуязвимым для атак врагам. Надеюсь, что видео было полезным и интересным. Всех благодарю за просмотр и всем добра. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас всё честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы всё у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс.